Уже еду несколько миль так, обалдеть здесь велосипедистов, но это все вот рядом с Лас-Вегасом. Я никогда столько велосипедистов не видел. Да, здесь располагает природа, конечно, всякие покатушки. Так, что, сегодня у меня вечер гуляния по Лас-Вегасу. Я парканулся вот на паркинге, это недалеко от того места, где я разгружался. Это вообще, по сути, даунтаун. Ну, то есть здесь бульвар, Лас-Вегас-бульвар рядом, то есть все рядом. А сейчас я пойду в кино на Дюну, Дюна 2. Посмотрел Дюну 2 сейчас. Что сказать, прикольный фильм? Не знаю, мне впечатление, наверное, больше от первой. Вторая какая-то уже такая более попсовая, что ли, сделана. Ну, то есть для, даже не знаю, как сказать, для широких масс, что ли. Сейчас иду, короче, гулять в город. Сейчас вечереет, народ повылезал весь. Вот, и буду гулять. Сейчас солнышко спадает как раз, народ вылезает. Идет суббота. Народу должно быть много. Вначале может показаться шуткой, но нет. Эта девушка Ева Алилия Чейз. Красивая. Такую в президента России надо. Всякое лучше будет. Намного будет лучше, чем сейчас есть. Жить станет радостнее. Жить станет веселее. А я иду туда, в самый муравейник. Все. Давайте весь. Том. Черный движение. После görerkен. Черный движение. Черный движение. Черный движение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пахнет как сирень Может это сирень? Нет, не сирень Может какой-то вид сирени, я не знаю Очень вкусно пахнет Хорошо и наслаждаюсь А вот это вот ива Пахнет, если ее растереть И часто так делаю Пахнет березовыми Березовыми вениками в бане Такой легкий аромат прям Прям так флэшбэчит меня вообще В Египте не был Ну хоть здесь на пирамидах Побываю Добавил сирен все доброе утро проснулся сегодня сейчас время 12 я вот сижу уже в машине жарко становится войти пойти погулять на плане вот схожу в кино также там какой-то будет показывать документальный фильм про космос там 40-минутный билет где-то там 8 долларов стоил 10 вместе с налогами вот и схожу посмотрю покушаю где-нибудь сейчас самому готовить не охота честно потому что уже приедается своя еда хочется чего-то такого другого поесть вот покушаю а потом уже ближе к вечеру поеду на дамбу гувера вот и буду там уже ночевать буду гулять а так вот а вчера погулял по лас-вегасу вот по самому лас-вегас бульвар жалко мало поснимал потому что у меня зарядки не было что-то не рассчитал и вот и классный город интересный атмосфера понравилась он такой кутежный лас-вегас ничем не сравнится я такого города наверно не видел вот я понимаю почему сюда приезжают вот покутить кто-то поиграть на казино я хотел попробовать казино поиграть на автоматах но меня жаба задушила короче там у меня нету собой налички а там нужно наличка чтобы играть и если снимать с карты там 11 короче 12 долларов фиба за съем карты меня чудо жаба задушила дум плен 12 долларов никуда отдавать мало того что казино вообще деньги в никуда отдавать тут еще за фибирует и 11 долларов были но я так хотел чисто символически просто попробовать ну ладно еще посмотрел погулял прикольно мне понравилось вас вегас интересный гулябельный город народу было много народу могут фонтаны интересные и сама сфера вот это вот сфера экран вот этот интерес внутри конечно еще круче но снаружи все равно впечатляющее огромное здание уникальное в своем роде класс смотрел да и по поводу того что я заметил лас-вегасе вот лас-вегас сразу ассоциация да это какой-то реально развратный город такой город грехов лас-вегас ассоциация но вот из культуры из фильмов такого но от этого наверное осталось только слава в реале сейчас он вот я походил ну конечно они есть разные места и можно грехов как говорится найти там греховные места но в целом город осталось от этого слова лишний город очень много детей семей с маленькими детьми гуляла народу очень много и какого-то там разврат и отцов не видел это так я горю это декоративные уже не знаю как было раньше но это уже такая просто карат декоративный разврат так все в целом в рамках приличия там семьей погулять с детьми можем нормально у меня есть такая особенность да вот вчерашний день прошел я где-то гулял да неважно по какому городу я уже начинаю скучать по тому дню уже потому что это уже история отложилась воспоминаниях я уже как-то скучаю вот поэтому надо копить воспоминания что-то новые места открывать вставлять а потом это можно вспоминать все как фильм и уже к этому месту даже класс вегаса у меня какой-то такой трепетное чувство так вот я здесь был гулял классно мне понравилось вот и в копилочку хороших мест себя откладываясь это вот резервуар от дамбы гувера хранилища фу проканулся на стоянке шапочку прикупил по нам очку то есть солнце печет уже невозможно без нее блин жалко дома хорошего ставил надо было взять пришлось купить там дома хорошая большая широкая вот в общем идти мне 4 мили до дамбы 4 мили туда-обратно будет 8 миль сейчас не спеша время много не спеша буду гулять ходить ворота предупреждает что ходить нельзя ну по крайней мере не советуется да нет ну тут прям стоп написано с июня по сентябрь хит киллс обалдеть все серьезно горячие горы вот эта вот тропа здесь раньше была железная дорога 30 миль на участок который специально построили для сооружения дамбы для строительства все что нужно возили к представить сколько труда в одну эту железную дорогу для строительства это дам был вложен средств и сил чтобы даже вот эти горы разрезать площадку сделать видно как было до плотины и вот 85 сколько воды было много и сейчас как вот этот вот островок то что торчит вот раньше да прям уровень видно как был раньше высокий а тут и туннели начинаются вот что значит когда для поездов строили дорогу как строили три смены за пять месяцев построили туннели уход здесь прохладненько туннель в туннели поставили контейнер электрический шат на голову ничего не упало вон доски хлипкие технические склады уже лежат ничуть этот турбина с лопастями и гасиме здесь ужас под станция ли как это называется возле гидроэлектрической станции трансформаторная не знаю не специалист в этом преобразователь или как так он сейчас пошел спуск уже слышно сброс дамбы скоро нам вот-вот близко будет уже виднеется сейчас я буду близко-близко к ней надо использовать лифт на первый этаж сюда приехать здесь он работает вот это вот это могу ошибаться но по-моему дамба гувера была самая высокая дамба на момент строительства ну вообще это уникальное сооружение в своем роде на тот момент был сейчас конечно же она давно не самая высокая и далеко и давно но в поражает Ух ты, ух ты, сейчас посмотрим. Часи воронка. Обалдеть, это масштаб. Обалдеть. Ёкарный бабаиш, страшный. Интересно, кто-нибудь катался здесь сверху вот так вот? Наверное, были такие ребята. Вот речка течет, река, красота какая. Блин, ну офигеть, а. Ну обалдеть. Ну обалдеть. Офигеть, ох, аж страшно туда вниз смотришь. Блин, через камеру я не знаю, передается это или нет. Ну реально, блин, капец. Аж страшно туда смотреть, телефон вронить туда. Сейчас посмотрим, что с другой стороны, со стороны водохранилища. Вау. Нормально. Уровень, конечно, не такой высокий. Вон видно стенки. Граница. У нас много-много метров. Фига, там рыбина плавает. Это не акула там случайно? Офигеть, это сомик какой-то, что ли? Офигеть. Рыбины здесь здоровые, конечно. Какие страшные жены. В честь 31-го президента назвали. Гувер. Гувер, Гувер. А вот что еще удивительно, здесь граница между Аризоной и Невадой. Вот здесь вот Аризона-тайм, а на другом берегу, по ту сторону дамба, там уже Невада. Реально, вообще жутко стоишь тут вот на краю. Офигеть. Офигеть высота. Очко жим-жим прям. Состоишь вот и думаешь, блин, все нормально. Балкончик целенький, но все равно не по себе. Так, ухожу с дамбы. Теперь я хочу на мост туда пойти. И оттуда посмотреть на дамбу, тоже классно все. А вот и вид сверху. Фух, тоже впечатляет. А вот здесь красота. Все, вот закат практически. У меня еще мили три пиликать до стоянки. Кайф. Эх, красота здесь. Просторы. Красота такая суровая, конечно. Засушливая, каменистая. Красота. 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 самолетики на посадку вегас заходят выходные офигенно прошли не жалею не жалею упущенных денег до которая мог бы заработать вот это ладно как говорится не заработаешь здесь в лас-вегасе не каждый день погуляешь поэтому вообще офигенно вчера хорошо погулял по городу позавчера тоже отлично по природе погулял сегодня он до дамбы сходил по прекрасным местам по офигительной тропе незабываемо в трак сегодня жарко будет в траке ночью 2422 где-то так будет это довольно таки жарковато для ночи запущенным двигателем спать всю ночь тоже не дело там тарахтелка такая что спать не очень комфортно при включенном двигателе будут с вентилятором попробую как-нибудь посмотрим слушай совсем будет туда-то придется включить двигатель еще из наблюдений у меня никогда дамба гувера с лас-вегасом не ассоциировалась почему-то не знаю вот всегда мне казалось это не рядом стоящие объекты оказывается вот лас-вегас рядом дамба гувера вот 20 миль от города для меня теперь шаблон немножко разорвался ума сегодня практически полная светло будет да еще вот сегодня жара до 33 было но чем она отличается от флоридской жары здесь сухо сухая жара солнце печет да тоже но сухо и я не знаю что лучше во флориде очень влажная жара и все-таки сухая наверное лучше легче переносится чем влажная единственное что без питья жара во флориде наверное дольше можно обойтись за счет большой влажности воздухе здесь без питья невозможные как-то с бутылочкой гуляю набрал вторую под заправил но сухая жара как-то приятнее во флориде как будто ты будут в бане находишься жара потеешь влажность все липкая мне неприятно лучше сухая да вот посмотрел сейчас прогноз и влажность сегодня было 10 10 процентов влажности это вообще для меня это просто взрыв мозга 10 процентов влажность во флориде среднем летом влажность 90 процентов 80 90 очень большая влажность здесь 10 ну я думаю с летом сейчас у нас апрель вторая половина апреля я думаю летом влажности здесь не прибавится и не откуда здесь влажности браться поэтому вот так вот разница 10 процентов но горю водой запасаться здесь надо и из-за этой влажности во флориде все время хочется душ принимать потому что ты липкий все время потеешь влажность и хочется в душ вот сейчас я заметил вот сейчас я прям не хочу так нету такой потребности прям пойти в душ я сам по себе потому что очень мало потею непотливая парень и сейчас прям нету такого хочу в душ встать конечно надо из-за того что сейчас грязный гулял но не так прям на дышу вот во флориде постоянно вышел пять минут десять на улице побыл уже хочется в душ пойти смыть себя вот эту влажность так чё следующий день настал время уже два дня я сижу без груза груз не нашли уже 98 процентов что сегодня ничего не будет может быть там на завтра найдут но тоже небольшой процент я сидел ждал сейчас по музей нашел сейчас пойду музей дамбы недалеко здесь как раз есть пойду посмотрю че тут все без меня мужик испугал ну чё раз так я вынужден здесь торчать вот пойду сейчас другой тропой гулять спуск к реке колорадо за дамбой надеюсь удастся искупаться хорошо проканулся здесь нормально сегодня кстати 37 градусов жары нормально так печет но ветер ветер есть горячий две с половиной мили сейчас идти по ущелью если я вчера шел по железнодорожным путям плоским без подъемов и спусков как по броды веревочные спуски здесь тоже дебилов много которые камни разрисовывают тоже хватает у сердца нарисовал или сердце с уем принципе логично у вас здесь завалы пошли слазить на вот тут где-то где-то надо будет а вот здесь наверно обходить это поверку такой завал пришлось обходить вот тут начинается веревочный спуск а здесь собственно и родничок ну и трейл называется golden springs интересно эту воду можно пить показатели ничего нету там целая ванна круто пель прям пац и попробовал воду у меня вода если что удивительно ведь и скал откуда-то вытекает это вода ручьёк наверное раньше это этот родник был тысячи лет назад если этот родник был на индейцы тусовались просто это оазис в этой можно сказать пустыне ну тут конечно река тепла все равно река мутная целом товара до ривера на вся много осадочных пород она красная такая поэтому родник чистой водой надеюсь пить его я не знаю как и все может тропа конечно здесь непростая с детьми тут не походишь нормально чуть дальше проходишь здесь уже не ручеек уже такая маленькая речка иду иду а дойти не могу сюда речки да еще судя по названию там ход gold springs то есть горячий возможно здесь это горячий источник есть я не знаю но по отложениям вот этим вот золотистым коричневым видно что золотой железа много здесь наверное андричка видно уже дошел полтора часа шоу и 4 мили получилось а там написано было две с половиной ладно раз буду купаться здесь вода в колорадо чистейшая должна быть потому что она после газ вся муть оседает водохранилище и она потом чисто остановить поэтому она здесь чистая прозрачная утки тут уже приплыли бандитки иди сюда иди сюда иди сюда морда иди сюда 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 сейчас купаться буду с вами так прием прием не знаю слышно ли меня у меня все динамики в воде короче вот эта горячая вода оказывается да я пошел купаться в ванночке там которая выше вещь оставил здесь на берегу там вот это динамо короче купаюсь купаюсь и пошел назад минут десять наверно купался прихожу смотри что-то слимило здесь говорю в вода прибыла побежал смотреть где там мой островок был короче вещи слабые там вот там завихрение потому что такое вот такая ямочка здесь и завихрение и повезло что это завихрение в общем это мои вещи попали в это завихрение и вот так вот колбасили но так тоже долго они не могут колбасить рано или поздно они попадут в основное русло и короче все собрал все взял один носок потерял повезло что буквально вот я думаю может на минуту на три бы на три бы пошел бы и остался бред один бы телефон на дне бы лежал сумка бы уплыла с моими документами travel license со всеми карточками один бы телефон хорошо я не голышом пошел купаться все штанами так вы могли бы еще штаны бы уплыть был бы я голый с телефоном были начутанул я серьезно вот до сих пор вода прибывает куда сброс такой серьезный реалит на метр наверное поднимать вода все прибывает ладно так из носка одного обойдемся пойду купаться в ванночках там вода горячая хорошая как в ванне и запаха без ничего как обычная вода только горячая вот огретая силой земли какая здесь как в ванне ну что пойду назад накупался хорошо так время провел сегодня день точно не зря такое классное место шикарное пойду назад без одного носка который потерял в бою со стихией ну конечно этим подъемом люди управляют все равно камера запотевшая в общем я тут за носки переживаю вон сколько носков здесь лежат кто-то оставил сейчас возьму и одену нет конечно чуть-чуть ну что доброе утро блин короче тут облом небольшой я тут еду по трассе мне дали груз в Талос вот я сейчас в Аризоне и вот это вот насыпь это кратер старый-старый кратер я сейчас заехал и он закрыт он с восьми только работает блин а вокруг везде забор и к нему не подойти блин типа частная территория написано private property кто-то купил когда-то этот кратер виден ну и ладно хрен с ним так там всего 3-4 мили от дороги вот ну надо заехать ладно кроссовки такие как будто я с Марса прилетел а это всего лишь пыль Невады и Аризоны красная фу что сегодня 25 число 25 апреля я приехал вот поймали груз с Лас-Вегаса до Далласа сейчас я под Далласом это форт-форт город называется форт-форт это можно сказать город спутник Далласа хотя изначально по-моему форт-ворд был потому что форт основали форт здесь и вот потом там уже Даллас ну неважно короче вот гуляю сейчас приехал в такое парк там в лес классный никогда здесь не было я вообще в форт-форт так только проездом был Техас вообще ну не знаю как за Техас но Даллас вот эта эрея очень здесь очень много классных публичных пространств общественных мест вот типа парков площадок детских лесов в общем все классно круто организовано реально очень классная инфраструктура для прогулок гуляний а сейчас весна все самое время пока жары нету гулять все цветет непривычно много зелени очень леса после Аризоны Невады вообще непривычно я прям ехал такой запах влажность повысилась до 90% с 10% в Неваде Аризоне до 90% это просто тяжело конечно такой воздух даже тяжелый прям чувствуется потому что влажный мокрый тяжелый буду гулять сегодня мало спал что-то думал сейчас поспать не могу спать 4 часа всего спал это Тринити ривер здесь под Таласом честно вот так выглядит здесь как будто это река Унга под Цивильском и цвет такой же и заросли такие же практически борщевиков только не хватает в целом вообще прям флэшбэк птицы поют сказка просто как будто конец мая сейчас скоро каникулы и запах такой вот 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 вчера дождик что-нибудь здесь был сделал уже грязь грязь еще техасская такая здесь по крайней мере она очень липкая очень 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 липкая липучая липучая змея сидит змея красавица касается красавица 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 вот кого я встретил черепахин и 8 спряталась ладно иди по делам иди иди смотрит морда весь день ехал я все так же в техасе под далласом рядом городок фармсвилл если вот мы там жили месяца 4 вот занесло нас мы выживали здесь даллас приехали к вид шлепнул и мы выживали как могли короче долгая история в общем нас занесло вот в этот фармсвилл в общем это час езды до далласа в лучшем случае вот сейчас приехал в парк здесь небольшой здесь помню гуляли мы аечка маленькая ходила эльдарки еще не было даже в проекте его не было был ли проект вообще но его еще не было даже в животе ты гуляли тут классное место прям сталь геток фехас у меня теперь все время будет ностальгии ассоциироваться когда молодая листва замечательно прекрасная пара вот какие магнатики такие мягенькие такой запах здесь только зелень сочная молодая интересное сооружение здесь такой скамейки со стеной в которой проделаны отверстия вот это по всей видимости для этих орнитологов любителей пернатых друзей подглядывать за ними здесь как раз лесок сфотографировать их там озеро излюбленное место птицы так что я в штате миссисипи проехал реку миссисипи еду дальше на атланту вот не буду ночевать здесь под городком меридиан природа здесь миссисипи прекрасно лесов столько лесов вроде кажется южный штат тоже да а вот флора как в чувашии практически такой сейчас запах сладкий соцветий всяких цветов травы очень вкусно просто дурманит я не знаю он просто пьянит меня этот аромат всем сразу пахнет травой какую-то сиренью всем всем природа класс реально травки травки деревья сосны дубы здесь клёны всякие разные я кайфу просто блин вы посмотрите на этом красота же красота лес сейчас будет закат как красиво молодая зелень на как вкусно пахнет чем не наши чувашки овраги прям под чебоксарами где-то гуляю шумит журчит состав леса почти такой алине здесь уже почти ручные не боятся иди сюда иди сюда иди сюда иди сюда какой звук сделать посмотрите на это даже почва вот такого же цвета почти как у нас почти вот смотрю на это смотрю на это обалдеваю как наши мавраги прям под чебоксарами ства земля такая оранжева тая кто-то наверно скажет о ностальгии все дела скучает я вот по природе скучаю не по людям не по государству минут по природе там где родился для меня вот та природа чувашска это эталон вот я никогда никуда не хотел уехать там на юг или на север она скорее более на север на юг уж точно нет я люблю зиму снежок вот и для меня тут чувашского чувашский климат он талон здесь все четыре сезона все что нужно и лето хорошее осень зима и весна поэтому я всегда буду сравнивать как бы туда не приезжаю туда не не приезжая всегда сравниваю вот миссисипи вот здесь для гуля ну здесь климат конечно гораздо жарче чем в чуваши здесь снег это не бывает состав лесу что удивительно он почти похож много троп всяких я смогу заблудиться а скоро закат буду блуждать по лесу так что вот вот Доброе утро, время 10 утра. Я полчаса назад только проснулся, еще спал как вбитый, решил прогуляться по этому же лесу, там лес пойду туда, там много-много еще ходить можно, погода хорошая, время у меня есть, сегодня воскресенье. Сегодня я думал по Атланте погулять по городу, но там я ни разу не был, ну проезжал мимо только, но не был, чтобы так погулять, там пивка попить, там по центру походить. Нет, сейчас просто весна, самое время наслаждаться природой, вот хочу по лесам гулять, по полям, по природе. В город всегда можно успеть погулять, там, как бы он и зимой, и летом одним цветом, а вот природы нет, вот поэтому хочу пока природа наслаждаться. Город подождет. Ого, сколько черепах тут собралось. Черепашийный остров. Вот карта этих трейлов. Вот здесь пруд такой огромный, типа водохранилищ. Вот сколько тут трейлов. Большое, большое. Есть где погулять, разгуляться. Вот сейчас интересная риторика в интернете есть по поводу чувашского языка, вообще развития чувашской культуры, чувашской республики. Многие говорят, что вот, мол, язык начинается с семьи. Оно, конечно, звучит красиво, да, язык начинается с семьи. Ну, вот по моему опыту, да, вот сейчас у меня дети растут в англоязычной среде. Садик, окружение. Русский язык они слышат только дома, да. Ну, вот старшая дочь, сколько это, пять лет уже, шесть, скоро будет. Она, да, по-русски разговаривает, потому что она в садик не ходила в младенчестве. То есть она в садик, там, в четыре уже пошла, когда она по-русски довольно хорошо говорила. Вот, а младший, Эльдарка, он начал в садик рано ходить, то есть он еще толком не разговаривал нормально. Ну, потому что пацан, пацаны хуже схватывают язык вообще. Вот, и он по-русски, ну, как бы понимает, да, мы дома всегда по-русски разговариваем. Но вот то, что он начал уже рано в садик ходить, у него, он говорит все слова английские. 95 процентов, ну, он еще плохо говорит, он лепечет, ну, это нам так кажется, лепечет. Я тоже слушаю, только кажется, какой-то лепец говорит. А он по-английски говорит, потому что английский гораздо проще вообще для схватывания. И он везде, он везде его слышит в садике, там, на площадках, когда гуляет. Вот, и к чему я это говорю? Я говорю к тому, что даже если ты в семье говоришь на родном языке, а окружение это другой язык, другая языковая среда, то, мягко скажем, это не стопроцентная гарантия, что ребенок будет на этом языке говорить. И про чувашский язык то же самое. Да, это красиво, говорите там, язык начинается с дома, вот говорят, да. Но мне кажется, это все говорят как раз чинуши в чувашии, которые говорят, это вы сами виноваты, что язык умирает. Мы вот смотрите-ка тут все делаем для вас. Ну, на самом деле, это, конечно, вранье, ложь, ничего они не делают. Они только там праздники, а коту и могут там устроить. Ну, это все херня полная для сохранения языка, это ничего не дает. Это скорее больше дает там бабулечкам, дедулечкам поностальгировать. Ну, дедулечки, если доживают, конечно. В нарядах походить там, похвастаться, встретить там знакомых, больше ничего. Ну, я не говорю, что это не нужно, но это бесполезно абсолютно. Вот, и поэтому вот прививают такое мнение народу, да, что типа, вот вы сами виноваты, сами вот дома не разговариваете, а что? Ну, вот сейчас по фактам скажу, в Чувашии нет ни одного садика, ни одной школы полностью, где идет обучение на чувашском языке. Или хотя бы там частичное было бы. Нету вообще, все закрыли, все, что было, было немного, но было. Но все закрыли, все похерили. Сделали специальный там сколько лет, 5-6 назад закон. Короче, теперь даже чувашский язык в школах может быть необязательный. То есть там родители должны подписывать, хотят они или не хотят чувашский язык. Раньше он был как бы обязательный, потому что мы живем в Чувашской республике, да, как бы. Чувашский язык должен быть обязательным. Территория Чувашской республики, хочешь ты не хочешь. Вот. Мы же живем в Америке тоже, учим американский, английский. Вот. И поэтому как бы тенденция все ухудшается, ухудшается, ухудшается. И болтовня в семье про Чувашский ничего хорошего не даст. Никакого развития языка это абсолютно не даст. Какой вывод? Вывод только такой. Надо менять власть. Свергать, менять. Вся проблема во власти. Только нужна революция, свержение власти. С силовым методом никакие, никакие там фонарики и прочая херня ничего не помогут. Никакая фигня. То, что нас смотрите как много, это тоже все херня. Никому это не интересно. Только силовое свержение власти. Больше нечего партизанничать по лесам, штурмовать администрации, свергать власть, устанавливать нормальную власть, которая будет за Чувашу, за Чувашский язык. Это еще к тому, что Чуваша должна, как и другие республики, отделяться от состава Российской Федерации. Или быть, по крайней мере, как штатом, да, как Соединенные Штаты Америки, где есть свои законы, где нормально. По сути, у каждого штата есть какая-то своя автономия нормальная, а не как в России, она наигранная, типа, автономная. И можете решать, что хотите. Нет. Вся эта путинская вертикаль, она так построена, что там нет вообще никакой автономии. Это же понятно давно-давно. Поэтому революция, революция только поможет. Никакие там болтовня уже, уже не работает никакая про там и дискуссии, ничего не помогут. Поэтому, если хотите Чуваши развивать, если болеете реально за Чувашу, за Чувашский язык, то только свержение этого режима поможет в этом. Другого варианта нет. Никакого. Чуваши, по сути, вымирают. Сейчас, да, такая пришла мода на развитие там Чувашской культуры, там графики, там художников, там музыки. Есть такая немножко волна пришла молодежи. Это хорошо. Но, как бы, не знаю, что хорошего, в принципе, от этого, если язык умирает, да? Это при том, смотрите, я болею за Чувашский язык, потому что я Чувашского языка, как бы, ну, я не говорю на нем. Я понимаю немножко, но, потому что я родился в городе, в Чебоксарах. Хотя я полностью, полный Чуваш, полностью. У меня все бабушки, все дедушки, они все в Чувашских деревень. Но вот мои родители уже по-чувашски не разговаривают, потому что они родились в городе, да? И вот мне иногда упрекают там, вот ты, типа, неполноценный Чуваш, потому что ты на Чувашском языке не разговариваешь. Я такой думаю, нифига себе. Вот это прикол, неполноценный Чуваш. Если мы сейчас так будем, каждого можно поддеть за то, что ты не настоящий Чуваш. Ну, блин, ну, что за херня, ну, не разговариваю я, мои родители уже не разговаривают. А вот я посмотрю, вот ты говоришь, я неполноценный Чуваш, как твои дети будут на Чувашском разговаривать. Даже не дети, а внуки, будут ли они на Чувашском разговаривать? Поэтому это просто какие-то ущемленные, вот так говорят, типа, ты неполноценный Чуваш. Какая разница, блин, кто вообще за Чувашский язык болеет? Может, он и не знает его, да хоть какой-нибудь американец из глуши, вот скажет, блин, что за беспредел у вас, ребят, происходит с языком? Какая разница? Если человек болеет и, естественно, вот, переживает за вас, блин, что за херня? Ты неполноценный Чуваш, тебе, чтобы быть настоящим, надо Чувашский выучить. Ну, я в силу своих причин, просто, ну, мне языки тяжело даются. Вот, ну, вот, такой вот я раздолбать, да, так скажем. Вот тяжело мне даются, мне английский тяжело дается, все вот тяжело, да. Есть такая проблема, да. Мне тяжело сесть, начать учить язык, вот эта вот вся усидчивость. Трудно мне это. Я лучше пойду по лесу погуляю, вот так вот. Но я болею за Чувашу, я также за нее переживаю. Но просто сейчас на фоне войны с Украиной, мне вообще противно от всего, что в России происходит, честно говоря. И от людей, которые там сидят, молчат. Я, конечно, понимаю, да, там, бояться. Проще принять сторону Путина, какие-то отмазки себе находить. Вот это вот все. Потому что я не знаю, что бы я делал, если бы я был бы в России. Ну, однозначно, я бы этот режим бы ненавидел так же, ничего бы не поменялось. Но высказывался бы ли я там, да. Это я не могу сказать. Это уже другая история. Я уже все заранее подготовил. Я уехал, эмигрировал в другую страну, чтобы этого не случилось, да. Чтобы мне не было там стыдно за это все. Поэтому я все максимально сделал для этого, обезопасил себя. Поэтому делайте революцию, Чуваши. Че там сидите, блин? Никакой мирный метод ничего не поможет. Надо создавать Чувашский батальон в составе украинской армии. Уже там РДК, там все вот эти есть, да, там Сибирский корпус. Вот надо так же Чувашский создавать. И только силовым методом помогать украинской армии украшить орков, россиян, которые пошли там воевать за какую-то там правду историческую. Дебила, че сказать. И к слову о настоящих Чувашах. Настоящие Чуваши погибли еще много-много веков назад. Те, которые были за свободу, которые были против московского там или любого другого княжества. Золотой Орды, там Казанского ханства. Вот все, кто против этого воевал, вот это были настоящие безымянные Чуваши. Вот они погибли все, остались там, там Акрамовские всякие восстания и тому подобное. Их, этого было много. Все это вычеркнуто из истории, попами, православной церквью. Вот этой всей херней, блин. Вот настоящие Чуваши были там. И меня вдохновляют вот эти Чуваши. Я знаю, что они были. Я не знаю их имен, но по-любому они были, да? Герои освобождения. Но их никто не знает. История, к сожалению, Чуваши ее не берегли. Не имели, может, на это возможности. Вот. И остались только терпилы. Поэтому Чуваши, народ такой терпеливый. А как иначе? Свободных уже свободолюбия за Чувашами особо не наблюдается. Я один только такой хожу. Вот поэтому ничего такого нету, к сожалению. Поэтому меня вдохновляет вот это вот стезя, свободолюбие. Я знаю, что были вот эти герои, которые делали свободу. Так что будем биться, наслаждаться свободой, упиваться. Вот это еще про отношения с папами. Вот у нас в Чуваши ходят все, да? Ни одного имени, очень мало имен Чувашских. Там 99,9% это все русские имена. Фамилий никаких нету. Иванов, Петров, Сидоров, Васильев. Больше ничего нету, да? Один я с Чувашской фамилии хожу. Тенча, если это кто не знает, да? Это мир, вселенная означает. Вот там много значений. Ну, как бы мир. Я же путешественник. Вот у меня мир. Я решил, что пусть будет так. Нахер мне поповская какая-то фамилия. Непонятно откуда, зачем, для чего. Тупо обезличивание Чувашского народа. Все это дело для этого. Чтобы обезличить, были все вот. Вася, Петя, Ваня. Больше ничего. Вот так вот. Поэтому, Чуваши, давайте, хотите сохраниться идентично. Ваш язык ничего не спасет. Вот опять же, вот будет говорить, вот выучить его, да, своего сына, условно, которого зовут Вася Петров, Чувашскому языку. Ну, будет он знать. Но внуки опять там уже не будут знать, да? Потому что, во-первых, поедет он куда-нибудь там, в Москву, да? Ну, что, Вася Петров? Ну, русский, что скажет? Русский. Какой же ты Чуваш? Ну, что по-чувашски? Ну, блин, нету никакой идентичности. Потому что мы не выглядим, мы там не бурята, например, да, там, не монголы. Не скажет, что, о, вот это монгол, вот видно по нему. Не скажет так про Чуваши, потому что сильно, нет, не отличается. Либо Чуваши так сильно уже повлияли на русских, что большинство русских, которые себя называют, это Чуваши уже переодетые. Скорее всего, так может быть. Ну, идентичности нету. Если не внешне, хотя бы сильно, да? Хотя внешне я отличу как-то русского от Чуваши, легко. Но для обывателя это будет непонятно. Поэтому надо менять имена, фамилии, чтобы продолжение твоего рода уже было как бы с какой-то Чувашской идентичностью, если ты хочешь это. И еще, где этот Чувашский язык применять? Ну, выучил ты язык. А где его применять? Государство должно, этот язык, ну, он должен пригождаться, там, дублироваться все, как минимум. Дублироваться с русского там на Чувашский. А лучше на Чувашском только, чтобы ты пришел, вот там, магазин, как называется. Чтобы он тебе нужен был, а не просто так, чтобы для болтовни со своими единомышленниками, там, и, там, прийти в какую-нибудь Чувашскую деревню и пообщаться. Но он должен быть нужен тебе, реально. Поэтому нет смысла, надо государство менять. Ну, в смысле, власть нужно менять. И Чувашский язык постепеньку, постепенно возвращать. Все названия, там, документы оборот. И много еще чего. То есть, столько было похерено, и столько еще возрождать. Поэтому революция. Ого, какое стойкое дерево. Уже ничего от него почти не осталось. Оно такое высокое. Еще не упало. Удивительно. До новых встреч. кстати 20 мая то есть это где-то через три недели примерно будет ровно пять лет как мы уехали из чебоксар я что-то это вспомнил гуляю как будто в бериндейском лесу на самом деле вот уехали из чебоксар в западном направлении вот и не вернулись уехали и не вернулись пока вот такая красота с деревьев падает ой как вкусно пахнет таким ванилью а я кстати не в курсе это может и ванили есть это не ванильное дерево от загуглить почитать я не знаю ванильная же цветочек он вот так вот выглядит не